Привет, друзья! В прошлом ролике мы рассказали про сбалансированные, на наш взгляд, сборки, которые позволят поиграть в новинки, не оставшись с дыркой в кармане. Рекомендую его посмотреть, сегодня мы будем на него опираться. В описании будет также ссылка на наш телеграм-канал, где мы эти сборки опубликовали одним списком, можете глянуть там и подписаться, чтобы вместе с нами следить за интересными IT-новостями. Под прошлым выпуском вы написали больше 700 комментариев, среди которых было множество вопросов о том, как можно эти сборки улучшить, на чем сэкономить или наоборот, что можно прокачать и на что обратить внимание. Так что сегодня мы решили это видео посвятить теме нюансов сборки современных ПК. На связи МК, давайте разбираться. Поехали! Начнем по классике с процессора, разумеется, вместе с материнской платой. В предыдущем видео я рекомендовал шестиядерный Ryzen 5 3600. Он и стоит недорого, около десятки на Алиэкспресс, и обеспечивает отличную производительность. Ну и в будущем его можно банально заменить, обновив BIOS и перейти на топовый Ryzen 5000. В комментах просили упомянуть, что на Али дешевле платить в долларах через Kiwi кошелек. Как это сделать, я рассказывал в одном из видео, ну и в том числе в нашем телеграм-канале. Можно ли здесь на чем-нибудь сэкономить? Можно, но есть нюанс. Интересных варианта два. Это четырехъядерный Core i3-10100F и шестиядерный Ryzen 5 1600. Первый интересен тем, что всего за 6000 рублей обеспечивает производительность близкую к топовому пятилетнему Core i7-7700K. Второй интересен тем, что за такую же сумму предлагает шесть полноценных ядер с гиперпоточностью. В чем же подвох? В случае с Core i3 он в том, что основан этот CPU на архитектуре Skylake, которую мы впервые увидели еще в 2015 году. Да, она до сих пор хорошо себя показывает, но только если мы говорим про шести или восьмиядерные модели. Четырех старых ядер в 2022 году уже откровенно маловато. Конечно, получить больше 30 или даже 60 FPS получится в большинстве игр, но фризы и подгрузки на больших картах со сложной геометрией и множество других игроков вам обеспечены. К тому же запаса на будущее тут нет совсем. Да и материнские платы под десятое поколение не сказать, что б дешевые. За самое простое решение на чипсете H510 со всего двумя слотами ОЗУ придется отдать под 5000 рублей. И такая плата серьезно ограничит запас на будущее. Апгрейд будет возможен лишь на такой же младший, но уже шестиядерный Core i5-11400F, для которого видеокарты уровня RTX 3060 или RX 6600 XT оптимальный максимум. Так что рассматривать Core i3-10100F к покупке я бы стал только в том случае, если получится взять его ощутимо дешевле рынка. Окей, что там по Ryzen 5 1600? Шесть полноценных ядер на частоте 3,5 ГГц. Самые простые платы на 320 стоят всего 3000, за 5 можно найти уже годное решение на B450 с четырьмя слотами под ОЗУ. Иными словами, минимальный комплект на 1600 будет почти вдвое дешевле, чем на Ryzen 5 3600. И это хороший аргумент для покупки. Но тут есть подводный камень, который называется Zen. Да, архитектура моложе Skylake, но все же ощутимо хуже его по производительности на Герц. Конечно, тут не кукурузные МГц, как у FX, но все еще не самая лучшая производительность на ядро и невозможность домашнего разгона свыше 4 ГГц привели к тому, что у более свежих шестиядерных Ryzen на Zen 2 и 3 производительность временами на 50-70% выше. Конечно, это не значит, что в новинках на 1600 будут 15 фпс фризами, но добиться стабильных 60 фпс тоже получится далеко не везде, да и официально Windows 11 он уже не поддерживает. Так что такой вариант хорош, как переходной, когда надо сэкономить здесь и сейчас, а через пару лет без особых проблем проапгрейдиться на что-то более новое, тем более, что Ryzen дешевеют быстро и даже платы на A320 поддерживают 5000 линейку, что делает возможным переход на Ryzen 5 5600X. Хорошо, варианты как сэкономить рассмотрели, а что если взглянуть в другую сторону? Что имеет смысл брать из свежих Ryzen 5000 или Intel 12-го поколения? Во-первых, сразу отбрасывайте модели с числом ядер больше 8, такие процессоры просто не имеют смысла для разумного гейминга. Они больше для выжимания всех соков из пары RTX 3090 Ti и получения сотни FPS в 4К в современных играх, что нужно и доступно далеко не всем. В массе своей разница между восьмиядерным Ryzen 7 5800X и шестнадцатиядерным Ryzen 9 5950X в играх не превышает несколько FPS, это при двукратной разнице в стоимости. Именно поэтому на свежем восьмиядернике, а также его младшем братье шестиядерным Ryzen 5 5600X имеет смысл остановиться. Оба процессора без проблем дадут вам стабильные 60 FPS в любых новинках, и Ryzen 7 тут скорее не более мощный по соотношению FPS, сколько процессор с запасом на будущее, особенно если вы планируете брать видеокарту уровня RTX 3080 или RX 6800. Если же вы хотите остановиться на ступеньку ниже, то есть на RTX 3070 или RX 6700 XT и не планируете апгрейд ближайшие 3-4 года, шестиядерный Ryzen 5 5600X можно назвать оптимальным выбором. Что по ценам? За шестиядерник на Алиэкспресс придется отдать 14-15 тысяч, за восьмиядерник уже 20-22. На ценники в крупных отечественных магазинах лучше не смотреть, там явно витает дух доллара по сто и импортозамещение. Что касается материнских плат, то большого смысла гнаться за решениями 500-й линейки с поддержкой PCI Express 4 нет. Старшим видеокартам до сих пор и 16 линий предыдущей ревизии шины хватает, даже с RTX ON. Так что добротное решение на B450 с хорошей VRM и четырьмя слотами под ОЗУ – это оптимальный выбор. Окей, что там по Intel? Как таковых восьмиядерных моделей у компании больше нет. Эту роль заняли Core i7, которые имеют 8 больших и 4 малых ядра. По производительности тут все отлично, но вот ценники не радуют. За самый простой Core i7-12700F, даже на Али, попросят около 27-29 тысяч. И хорошая плата на B660 выйдет еще в десятку. При этом прирост FPS в сравнении с Ryzen 5 800X будет очень небольшим, так что про топовый Intel для оптимального гейминга можно забыть. А вот среднеуровневый шестиядерный Core i5-12400F выглядит неплохо. Процессор можно найти даже дешевле, чем Ryzen 5 5600X, всего за 13 тысяч рублей. При этом в играх он в общем и целом выступает чуть лучше. Да, за материнскую плату на чипсете B660 придется отдать на несколько тысяч больше, чем на B450 у AMD, но это адекватная переплата с учетом того, что эпоха LJ 1700 только началась, и в будущем на этой же плате мы увидим и 13-е, и возможно даже 14-е поколение Intel. Окей, с материнками и процессорами разобрались, как видите тут можно маневрировать и на меньшую сумму, и на большую. А вот что там по системам охлаждения? Многих пугает тот факт, что топовый Ryzen с небольшими процессорными кристаллами греются даже подводянками под 95 градусов, а тепловыделение последних топовых Intel легко заходит за три сотни ватт. И сразу успокою, такие цифры вы увидите лишь в жестких бенчмарках или требовательных рабочих задачах, которые и созданы собственно для того, чтобы выжимать из процессора все соки. Игры и близко не такие, мало того, что чаще всего грузится на 100% видеокарта, так еще и большая часть проектов просто не умеет использовать все возможности современных камней. Да, речь про те самые AVX инструкции. Вот и получается, что Ryzen, закипающий в блендер, даже в процессорозависимых играх будут греться ощутимо меньше, а топовые Core 12-го поколения в играх вообще оказываются холодными ребятами, потребляющими около сотни ватт. Поэтому, если ваша цель — это игровой компьютер, можно забыть про монструозные башни с парой вентиляторов или трехсекционные системы водяного охлаждения. Почему водянки не нужны обычным пользователям, мы рассказывали об этом еще год назад, так что, если хотите, можете взглянуть. Обычных кулеров, способных отвести на пике полторы сотни ватт, вам более чем хватит, чтобы сдержать температуры даже восьмиядерных CPU в играх на адекватном уровне. Брать что-то круче стоит только лишь в том случае, если вы хотите добиться полной тишины или же работаете в ПО, ощутимо нагружающих процессор. С другой стороны, это не значит, что нужно радостно бежать за боксовыми версиями процессоров, которые уже идут с простенькими кулерами. Ну, разве что вы любите слышать звук взлетающего туполева. Поэтому адекватный оптимум для игрового ПК с шести восьмиядерным CPU это радиатор с тремя-четырьмя теплотрубками и ста-сто двадцати миллиметровым вентилятором. Отдать за такое решение больше двух тысяч рублей едва ли придется, и при этом вы получите хороший компромисс между охлаждением и тишиной. Едем дальше. Следующая у нас на очереди оперативная память. И сразу нет, забудьте про 8 гигабайт в 2022 году. Не в одноканале, чтоб потом еще 8 докупить, не в двухканале, чтоб FPS в играх был выше. Да, формально современным играм такого объема памяти хватает, однако обычно только для минимальных настроек графики. Так что 16 гигабайт одновременно и минимум, и достаточный объем. Аналогично смысла гнаться за 32 гигабайтами памяти пока нет. Как показывают тесты, играм даже в 4К на ультрах пока хватает 16 гигабайт памяти. Более того, даже если вы откроете множество фоновых задач, все равно прирост от 32 гигов будет минимален. Так что два модуля по 8 гигабайт и еще два пустых слота, чтобы в случае чего воткнуть хоть 32 гига. Что касается частоты, то тут тоже важно соблюсти баланс. Да, формально что Ryzen 5000, что Elder Lake поддерживают DDR4 на 4000 МГц и выше, но только в режиме Gear 2, который вызовет серьезное повышение задержки доступа к ОЗУ, и итоговый FPS в играх от этого пострадает. С другой стороны, давно уже прошли времена, когда разгон памяти ничего не давал. Если сейчас вы возьмете стоковые модули DDR4, 233 или 2400, ей шанс недополучить 10-15% FPS, поэтому оптимальный уровень это 3200-3800 МГц. Со всеми современными CPU такая память будет работать в привычном режиме Gear 1 или 1 к 1, и при этом стоит она лишь чуть-чуть дороже базовых модулей. Стоит ли брать DDR5? Скорее нет, чем да. Конечно, если вы возьмете отборные модули по цене RTX 3080, оптимизируйте вторичные и третичные тайминги, да, разница с DDR4 будет, но пока что память-то это еще сырая, так было и на старте DDR4, когда DDR3 зачастую оказывалась лишь слегка хуже и ощутимо дешевле, поэтому пока что смысла переплачивать за свежую DDR5 нет. Пора перейти к камню преткновения всех сборок последних полутора лет. Ситуация с видеокартами в мире достаточно приятная, криптобум на последнем издыхании, поставки GPU постепенно наращиваются, и цены на них пошли вниз, временами уже доходя до рекомендованного уровня, что вызвало резкий рост доли RTX 3000 в Steam. Однако о России это коснулось слабо, множество брендов из страны ушло, поэтому магазины в массе своей распродают остатки и не горят желанием снижать цены на них, да и самих остатков не очень-то и много, в DNS всех продающихся RTX 3000 лишь 20 моделей, поэтому остается два варианта, или идти на авито за БУ, или же заказывать видеокарты из Китая. Оба этих подхода чревата проблемами, с высокой долей вероятности БУ видеокарта якобы из игрового ПК после косынки окажется уманенная в хлам, сколько она проработает никто не знает, остаточная гарантия тоже есть далеко не всегда, много видеокарт было привезено серовозами, и даже пломба ни о чем не говорит, на Али их продают сотнями за пару долларов. Это же касается и БУ видеокарт Алиэкспресс, причем здесь ситуация еще хуже, если вы берете видеокарту в России, то скорее всего продавец даст возможность ее посмотреть, если вы не выбираете доставку, включить ее и проверить. С Али вы берете карту буквально вслепую, если что-то с ней окажется не так, спор открывать будет долго, нудно, и не факт, что получится его выиграть. И отправлять ее придется в Китай за свой счет, и это снова время, деньги, поэтому БУ я рекомендовать не могу ни под каким соусом, да, в комментариях, скорее всего, найдется человек, кому повезло, но не забываем про ошибку выжившего. И это особенно касается NVIDIA GTX 1060 и AMD RX 400 и 500 серии. Они сейчас продаются за 13-15 тысяч рублей, и при этом до сих пор тянут игры, что делает их интересной покупкой в глазах геймеров. Однако помните, что этим картам уже по 4-5 лет, и они вполне могли активно копать в обе волны. Абсолютно все гарантии на них давно кончились, большая часть из них гарантированно разбирались для замены прокладок и термопасты. В общем, покупка таких карт является чистой воды игрой в рулетку. Окей, с этим разобрались, обращать внимание нужно только на новые заводские видеокарты от брендов, сотрудничих с NVIDIA или AMD. Формально тут все хорошо, RTX 3060 от Max Sun или Galaxy обойдутся вам в 42-45 тысяч рублей, а срок RX 6600 и вовсе можно найти за 35 тысяч, что выглядит максимально интересно. И да, это будут новые, обычно референсные видеокарты под неплохими системами охлаждения. Также на Али продаются видеокарты разных известных нам брендов, таких как Asus или MSI. Стоит ли их брать? Скорее всего, такие карты тоже придут к вам новыми, и если вы не будете на них майнить, а только играть, вполне вероятно, что эта карта будет служить вам верой и правдой. Но не стоит забывать про форс-мажоры. С одной стороны, у вас не будет никаких гарантий. Даже если через полгода окажется, что видеокарта приказала долго жить из-за заводского брака, чинить вы ее будете сами за свои деньги, и далеко не всегда ремонт вообще будет возможен. С другой стороны, с учетом того, что в России видеокарты, видимо, скоро совсем закончатся, по крайней мере официальная их продажа, Али станет единственной возможностью заполучить новый игровой GPU по нормальной цене, и про слово гарантия мы вообще должны забыть. Поэтому в данном ключе имеет смысл поговорить о факторах риска. Самые безопасные карты для покупки с Али это RX 6500 XT и RTX 3050, о которых я рассказывал в предыдущем ролике. Они холодные, имеют минимум чипов памяти и простые платы. Короче говоря, тут ломаться нечему. Много вы видели сгоревших GTX 1050 Ti спустя 5 лет после их выхода? Вот тут ситуация такая же. Чем проще карта, тем выше шанс, что она дольше проживет. Поэтому с такими видеокартами шанс оказаться с куском сгоревшего текстолита спустя полгода достаточно низок. Так что их брать с Китая, я считаю, можно. Несколько хуже дела обстоят с RTX 3060, 3070, RX 6600 и 6700. Эти карты уже ощутимо горячее, имеют больше чипов памяти и фаз, более сложную систему охлаждения и питания. Разумеется, это не значит, что они просто обязаны сгореть спустя год, работая, особенно если учесть, что большая часть официальных видеокарт из Китая имеют референсный дизайн, то есть разработанные совместно с производителем GPU. Но все еще шанс поломки тут гораздо выше. Поэтому брать такие карты можно только на свое усмотрение, тщательно все обдумав. Ну и под конец я не советую заказывать из Китая RTX 3080, тем более 3090, топовые 6800. Тут дело в том, что это очень горячие карты, к тому же решения Nvidia имеют кипятильную память GDDR6X. Три сотни ватт тепловыделения требуют как отличного охлаждения, так и множества фаз питания. Шанс у таких карт выйти из строя за 3-4 года ощутимо выше, чем у более простых решений. Поэтому какой бы вкусной ни была цена, я бы не рекомендовал так рисковать своими деньгами, тем более что здесь речь идет о сотне тысяч рублей. Движемся дальше. На очереди у нас накопители. Если вы собираете себе топовый ПК с прицелом на следующие 4-5 лет, есть смысл рассмотреть к покупке NVMe. Все дело в том, что Microsoft анонсировала технологию Direct Storage, которая позволяет быстро передавать данные с такого накопителя в видеопамять, тем самым еще больше сократив время ожидания. Пока эта технология находится на раннем стадии развития и есть лишь в одной игре Forspoken. Да, скорее всего в будущем Microsoft будет продвигать Direct Storage и в других проектах на ПК и Xbox, но все еще это не означает, что обычные SATA и SSD резко последуют за жесткими дисками. Все-таки в мелкоблочных задачах между ними разница на порядок, а вот между SATA и NVMe лишь в разы. Так что если вы хотите сэкономить и не преследуете цель сократить загрузку еще на пару секунд, когда-то там в будущем, SATA и SSD вам вполне хватит. На очереди блоки питания. И тут важных нюансов целых три. Не экономьте, не верьте наклейкам, не берите китайские ноунеймы. Помните, что блок питания защитник всего остального ПК, и сэкономив на нем пару тысяч, велик шанс через полгода пойти за новым БП, еще и за новой видеокартой и новой материнкой. Как в предыдущем ролике, я оставлю ссылку на полный список блоков питания с градацией по качеству. Если вы рассматриваете к покупке старше RTX или AMD RX, то лучше брать модели выше среднего. Для определения, сколько ватт будет потреблять ваш ПК, можно воспользоваться калькуляторами. Ссылку на один из них я также оставлю в описании. Также можно опираться на данные сайтов NVIDIA или AMD. Обе компании указывают, какая должна быть в среднем мощность БП для той или иной видеокарты. Ну, с корпусом тут все просто. Любая коробка, даже бэушная с авито, влазит материнка, кулер, видеокарта можно брать. Но опять же, это верно лишь для простых холодных сборок на Ryzen 5 и RTX 3050. Если мы говорим про условную RTX 3080 с теплопакетом в 300 ватт и весом в полтора килограмма, здесь экономить на корпусе не стоит. Нужно брать добротное решение не из фольги и как минимум с парой вертушек на вдув и на выдув. После прошлого ролика, где мы сказали, что в группе мы собираем ПК на заказ, менеджеры мне доложили, что было очень много заказов. Большое спасибо. Видимо, цены вам понравились. Так что, если хотите сравнить, заходите к нам в паблик ВКонтакте, пишите по сборке, там все бесплатно, подбор, установка винды, доставка по всей России, гарантия, отзывы можете почитать. Тут главное сравнить. Вам подобрали сборку, любой магазин, неважно, мы не мы. Смотрите, сколько это будет стоить частично на Алиэкспресс, частично у нас. Сравнивайте, подбирайте и уже там решайте. Сейчас, как я сказал, самое время собирать ПК. Если есть такая возможность, действуйте. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте и канал в Телеграм, где можно читать самые интересные IT-новости. Еще увидимся. Пока.